Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о самом важном и совершенно незаменимом аппарате в работе любого хирурга-имплантолога о физиодиспенсере. И рассмотрим мы сегодня работу аппарата физиодиспенсер Surgic Pro Plus NSK. Начнем мы с подключения аппарата и подготовки его к работе. Сейчас мы с вами рассматриваем заднюю панель рабочего блока. Для того, чтобы подключить питание, устанавливается штекер в соответствующий разъем. Здесь же подключается педаль. Она устанавливается в соответствующий разъем винтом вниз. Далее фиксируется гайка. Теперь мы рассмотрим устройство передней панели рабочего блока. На передней панели располагается отверстие для фиксации мотора. Штекер мотора устанавливается в разъем красной меткой вверх. Метки совмещаются и вы слышите характерный щелчок. Далее следует этап подключения ирригационной системы. Участок шланга между двумя стоперами укладывается в отверстие помпы. При помощи щелчка пумпа закрывается. Игла от шланга устанавливается в емкость с жидкостью. Далее на микромотор устанавливается наконечник. Вы слышите характерный щелчок. Шланг ирригационной системы подключается к ирригационной системе наконечника. На задней панели включается кнопка пуск и аппарат готов к работе. Мы начинаем программирование аппарата. Итак, рассмотрим кнопки на передней панели аппарата. Хочу обратить ваше внимание на увеличенную диагональ передней панели, что улучшает визуализацию при работе. Итак, кнопка Light. Она отвечает за выбор уровня подсветки наконечники. В последовательном ее нажатием можно выбрать высокий, низкий уровень подсветки или выключить его вообще. Подсветка на низком уровне и высокий. Следующая кнопка отвечает за уровень подачи ирригационной жидкости. Уровни подачи 5. Последовательным нажатием мы выбираем любой из пяти уровней. Минимальный уровень подачи воды и максимальный. Кнопка направления движения наконечника. Можно установить прямое или обратное реверсивное движение бора в наконечнике. При включении реверсивного режима вы услышите характерный звуковой сигнал. Обычное направление вращения бора в наконечнике и реверсивное направление. Следующая кнопка отвечает за установку передаточного соотношения наконечника. Здесь последовательным нажатием вы выбираете ту редукцию, которая соответствует вашему наконечнику. В наборе с физиодиспенсером идет наконечник для имплантации с редукцией 20 к 1. Учитывая возможность использования наконечников с разным видом редукции, как повышающих, так и понижающих, диапазон возможностей применения данного аппарата в хирургии становится очень широким, начиная от имплантологии и заканчивая челюстно-лицевой хирургией. Далее следует кнопка калибровки. Кнопка калибровки помогает нам выявить техническое состояние наконечника перед каждым его применением. Для проведения данной процедуры кнопка нажимается в течение двух секунд, вы входите в программу калибровки. Далее калибровочный бор устанавливается в наконечник. Повторным нажатием на кнопку мы начинаем процедуру калибровки наконечника без нагрузки. Процедура прошла успешно. Следующим этапом будет калибровка наконечника с нагрузкой. Мы устанавливаем калибровочный бор в отверстие на корпусе аппарата. И вновь нажимаем кнопку. Надпись на дисплее говорит о том, что калибровка вновь прошла успешно. И следующий этап – это калибровка скорости. Она производится без бора. Вновь нажимается кнопка калибровки. Слово «дан» появившееся на мониторе показывает о том, что процесс прошел успешно. Можно начинать работать. При помощи этих кнопок вы можете устанавливать уровень торка до необходимой величины. В данном случае на этом физиодиспенсере вы можете устанавливать торк до 80 ньютон на квадратный сантиметр. При этом хочу обратить ваше внимание, что только здесь существует визуализация диаграммы крутящего момента. Она отображает уровень крутящего момента в режиме реального времени. На дисплее вы это можете видеть в виде растущих столбцов. Если столбцы визуализируются до половины, значит крутящий момент достиг примерно 50% от установленного значения. Кнопкой «Speed» можно регулировать скорость. В соответствии с тем видом наконечника, которым вы работаете, вы устанавливаете необходимую скорость для работы. Далее мы переходим к программированию аппарата. Память аппарата способна запомнить 8 программ для 8 имплантационных систем. Итого 64 программ. Вы можете установить в каждой программе настройки для направления вращения, скорости, торка и так далее, для работы с разными типами кости, для работы с разными типами наконечников, повышающих, понижающих. Все виды хирургии, начиная от удаления зубов и заканчивая челюстно-лицевыми операциями, все возможно запрограммировать. Менять программы можно с помощью кнопок «плюс» и «минус». Запоминать программы нужно после установки всех необходимых параметров нажатием и удержанием кнопки «Мемори». Еще одна особенность данного аппарата – это наличие USB входа для записи информации на USB-носитель. На USB-накопитель фиксируются все параметры, с помощью которых вы работаете. Скорость вращения, торг, время работы, направление движения наконечника и так далее. В результате вы можете получить файлы в формате BMP и CSV и распечатать их в виде графиков или таблиц и вклеить в карту пациента. Обратите внимание на многофункциональную педаль ножного управления. Она обладает высокой степенью влагозащиты и защищена от продолжительного нахождения в воде. С помощью многофункциональной ножной педали можно контролировать следующие параметры. Уровень подачи ирригационной жидкости, выбор программы, направление движения бора в наконечнике прямое или реверсивное, ну и основная педаль управления скоростью вращения. В комплект физиодиспенсером входит разборный наконечник. Разбирается он на три составные части достаточно легко. Также легко собирается обратно после обработки и стерилизации. Механизмы фиксации очень жесткие, что обеспечивает его абсолютную надежность во время работы. Уважаемые коллеги, я надеюсь данный видеоинструктаж поможет вам в работе и освоении нового аппарата. Я желаю вам удачи и успехов в вашей работе. Субтитры создавал DimaTorzok